Продолжение следует 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 Подсказывает, что сегодня Не надо никуда ехать Пустой день так бывает То, соответственно, наверное Нужно прислушаться Но опять же, здесь должна быть объективность Потому что иной раз человек сам себе накрутит Вот именно, человек И скажет, я не пошел туда, потому что Мне интуиция сказала, что у меня плохой день То есть это называется Притягивать за уши вот это все А как? Не, но я же говорю сейчас для тех Кто вообще-то собой занимается Если люди, извини, притягивают за уши Там бесполезно вообще говорить об интуиции Там просто идет паранойя Он для себя притягивает за уши Имеется ввиду, он пытается, как ты сказала Оправдать свои действия тем, что Ну вот мне интуиция, так сказать, подсказала Да, но здесь же нужно еще в совокупности Все-таки, что такое объективное видение Объективное видение, это когда Ты не оправдаешь свое бездействие А когда ты стараешься Как бы со стороны посмотреть на свою Ситуацию И как чужому человеку Ты бы посмотрел, подсказал, да И достаточно хладнокровно поставить Расставить все точки в этой ситуации Так, чтобы четко понимать Как лучше сделать Почему, как говорят, гадалки Не могут сами себе гадать, знаешь? Потому что человек сам себе Да, и лечится Потому что человек начинает сам себе Надумывать какие-то вещи Особенно если целители Они очень сильно на себя могут Ну, забирать как пылесос чужую вот эту болезнь И в итоге получается, что человек Начинает субъективно мыслить Относительно этой болезни Или относительно своей ситуации То есть он хочет себе предсказать другое А вот у него выпадает это И он не слышит свой голос Опять же той же интуиции И у него получается, что карты врут Как бы, ну не карты врут, а сам человек Просто не хочет разложить Увидеть грамотно это А как это надо сделать? Гадать себе, ну, можно Только если ты объективно настроен На свою реальность Если ты не подсуживаешь себе Как это называется в футболе Когда ты объективен Относительно своей ситуации И ты не испытываешь корысти От того, что тебе нужно притянуть Какую-то ситуацию А когда у тебя возникает необходимость Решить вопрос таким образом И ты, исходя из этой необходимости Выстраиваешь цепь событий Но это более осознанный подход Если, допустим, гадаешь себе То ты тоже все-таки Абстрагируешься от себя Как от своего опыта Лен, у меня вопрос по ходу дела Ну, вот как ты считаешь Человек в нерешительности И он не знает, как ему поступить Ну, к примеру Вот, даже если он в чем-то разбирается Даже если, к примеру, он занимается Таро, таро, таро И он может себе гадать Но есть точно такой уже, допустим Гадатель Или гадалка Который занимается той же самой практикой Ну, сила, пока мы не разбираем Кто сильнее, кто слабее и так далее Есть ли смысл Не пытаться самому себе Поскольку действительно существует Такое понятие Необъективности по отношению к самому себе Нам хочется Мы же все-таки в материальном теле находимся Мы не можем абстрагироваться полностью Ну, немного таких, точнее, людей Которые могут полностью от этого абстрагироваться Есть ли смысл, наверное, обратиться Может быть, другому человеку Коллеге, скажем так, по цехе? Может быть, если вы абсолютно доверяете Этому человеку Хотя бы на 90% Об этом идет речь, да У меня есть такой круг людей Ну, из коллег Кому я могу доверять Свои какие-то ситуации Потому что у меня также есть круг Недоброжелательных коллег Которые могут ухудшить мою ситуацию Мы сейчас такое не берем Я почему, прости Пожалуйста, я почему спрашиваю Я сейчас не обращаюсь Таких очень немного Людей, специалистов В этом, скажем, как ты И коллег твоих Ясновидящих, парапсихологов И так далее Я сейчас говорю О простых людях Так Которые пока Не могут, скажем Решить для себя Вот они не знают Это действительно сигнал Или это Вот им так хочется Чтобы это было Тогда они обращаются К примеру К специалистам Ну, вот К парапсихологам К примеру, к тебе Доверяю, не доверяю Ну, для этого надо прожить Или иметь какой-то опыт Общения с этим специалистом И так далее Я говорю сейчас в другом Допустим, возник вопрос Человек обратился К специалисту А потом А у него есть два специалиста Есть три специалиста И он не уверен Все-таки То есть Вот как в Соединенных Штатах Сейчас еще Последний пример Будет понятно Существует такое понятие Как Second opinion Third opinion То есть второе мнение Третье мнение Человек пришел К доктору И получил Тот доктор Ему поставил Какой-то там диагноз Или предложил Какую-то операцию сделать А ему боязно Идти на эту операцию И он может быть Как-то не согласен Он идет ко второму специалисту Второй человек Специалист Ему говорит Тоже какую-то ситуацию Вот Тут такое Как бы практикуется Мой вопрос Есть ли смысл Обращаться К другому специалисту Вот по таким вопросам Есть И очень многие бегают По специалистам Но я всегда советую Как Я советую так Либо вы находите Одного какого-то специалиста Да Но опять же Бывают моменты Счерпывания Замыливания И прочее Но опять же Если допустим У вас с одним специалистом Все гладко шло То в принципе Менять тогда Уже не стоит Но бывает Что людям интересно А как видит его ситуацию Другой человек Потому что привыкание идет К специалисту И многие Или многие Просто начинают Лазить по специалистам Смотреть с разных точек Свою ситуацию Хуже всего Когда такие люди Налетают на специалистов Которые Вообще Неграмотно Видят их ситуацию Здесь нужно Тоже опять же Исходить из ощущений Во-первых Надо узнать Про специалиста Что он из себя представляет Это я просто Настоятельно рекомендую В интернете Если человек Профессионально Работает с людьми О нем Есть любая информация Если человек Имеет сертификаты Какие-то Где он состоит Все равно У человека Это есть У человека Можно самого спросить Он может вам Показать эти документы Легально работающий Специалист Который Не обманывает Он всегда вам Объяснит все Что нужно Относить на себя Есть куча Всяких работ Других специалистов Я сейчас говорю О широком профиле Работы человека Опять же Тогда вам надо Все-таки В следующий этап Если вы все-таки Пошли по специалистам Эзотерикам Выберите себе Три специалиста Или два Которые хотя бы Видят У кого Похожие системы Потому что Иначе будет Наложение видений Наложение предсказаний И ваша судьба Грубо говоря Может полететь Извините Не в то русло То есть потом Мне приходилось Выдергивать Людей Которые проходили Очистку Извините Снятие негатива У других специалистов Я не буду сейчас Их называть Некоторых И реально Сразу видно Если с человеком Работал человек Специалист Хороший То у человека Действительно Все почищено Даже если Осадочные моменты Негатива есть Их всегда можно Почистить И это все Проходит нормально А бывает Что человек У него все было нормально Он просто пришел Уточнить один вопрос И пошел По специалистам И у него Возникает Потом проблема Потому что каждый Видит его ситуацию По своему Не каждый Кстати озвучит Как он видит Ведь человек Может сказать А внутри Он может еще И подумать Вслед Человеку И в итоге Человек Который спросил Просто один вопрос Получает Комплекс Внешний И внутренний От специалиста Изотерика И с этим Он идет дальше И не всегда Это идет в плюс Потому что тут же Идет сбой В работе То есть человек Может попадать На большие деньги В какой-то Своей ситуации И куча других моментов Поэтому Здесь желательно Иметь Общение С тремя С тремя Максимум Специалистами Которые Более-менее Похоже Работают По методикам Тогда вам Не придется Под каждого Подстраиваться И тогда Методика одного Не сломает Методику другого У меня Бывают случаи Когда Люди Ходят Вот К низким Специалистам Но они Стараются Как бы Скать Либо они У каждого Берут что-то Свое Это тоже Да Такой подход Есть Либо все-таки Они Сочетают Мою систему Видения И работы С клиентом И какую-то Методику Другого Специалиста И тот Специалист Обо мне Допустим Знает То есть Мы друг о друге Всегда знаем То есть Это тоже Есть Понятно Ну хорошо И тогда Теперь Самый главный Вопрос Как все-таки Этому научиться И возможно Ли этому Научиться Вот К примеру Вот мы Сейчас Лена С тобой Беседуем Ну Ты практик Но Я не Помню Чтобы мы С тобой Говорили О том Ты могла бы Обучать Допустим Развитию Интуиции И Пречувствие Распознавания Это Интуиция Это Пречувствие Это Правильный Сигнал Или Это Неправильный Сигнал Но Опять же Я Даю Понимаешь Каждый человек Приходит Ко мне С каким-то Своим Вопросом И Кстати Вот По этим Видео Приходят Люди Которым Не просто Интересно На ком Пожениться Или С кем-то Жить На уровне Своей тарелки А приходят Люди Которые Хотят В себе Разобраться И Каждый человек Приходит С вопросами То есть Я всегда Советую Выписать Их на бумагу И на каждом Сеансе Я обязательно Прорабатываю Вопросы Человека Помимо Внутренних Вопросов Бывают Такие Которые Человек Забыл Задать То есть Это Обязательно Почему Вы пишите На бумагу И Мы всегда Проработаем И я вам Отвечу Дам Какие-то Наработки Которые Вам Помогут Открыть Именно Своё Состояние У меня Бывают Случаи Когда люди Приходят И мне Рассказывают Что они Видят Вещи Сны Или могут Считывать Информацию С человека Я всегда Говорю Прежде Все Хорошо Что вы Можете Обо мне Сказать Человек Зашел Ко мне В офис И Человек Начинает Мне Что-то Говорить И я Уже По его Разговору И считке Информации Обо мне Я уже Вижу Уровень На каком Он Сейчас Уровне Развития Ясновидение В интуиции В развитии Интуиции Видит он Что-то Или Ощущает И я Уже Тогда Говорю Ему Те или Иные Методики Как ему Лучше Чувствовать И Что ему Все-таки Лучше Допустим Это развивать В рамках Своей жизни Потому что Многие Пытаются Ну сейчас Уже Меньше А раньше Прям был Вал Какой-то Все хотели Быть Гадалками Специалистами В этой области Чушь Какая-то Такого не бывает Но все Видимо Думают Что мы Там прям Супер Много Имеем Но это Абсурд Очень многие Мало берут Очень многие Средние Берут И все Это обычно Все равно Уходит На производство На свое На созидание Своего направления Вот И Здесь Важно Как бы Все-таки Опять же Выписать вопросы Которые вас волнуют И на сеансах Я обязательно Дам вам Именно то Что именно вам Нужно Адресно А не Массово Да Я не обучаю Массово Все Вопросы Я Решаю С каждым Человеком Индивидуально То есть Только На индивидуальное Основе Ты можешь Обучать Человека Да А скажи мне Вопрос такой Это идет Конкретно Этого человека Касается Развития Скажем Интуиции Вот это все То есть Это решение Вопроса Плюс Обучение Как человеку Можно Функционировать Как можно Научиться Этому Правильно Ну да Я в сеанс Обычно Вношу Разное То есть У меня обычно Получается В сеанс Как бы Входит Много Все Потому что Как бы Помимо Просмотра Снятия Негатива И Там Выкатки На яйцо Или Отливки На воски У меня Еще Входит Проработка Эзотерическая То есть Я обязательно Человеку Ставлю Информационно Те Опорные Точки Которые Нужна 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 Будет Дальше Для Развития Вот И Почему Кстати В группе Сложнее Работать С людьми Идет Наложение Друг Друга На Каждого Человека А если Это Люди Экстрасенсорные То Ну Включается Спортивный Интерес Кто Быстрее Да Вот Это Вообще Неприемлемо Я считаю В нашей Профессии И Включается Передавливание Способности Друг Друга Поэтому В этом Случае Как бы Я Предпочитаю Все-таки Более Индивидуальную Работу С человеком Потому Что Так Он Более Открыт Чем Он Будет На Толпе Высказывать Свои Какие-то Вещи И Не Всегда Все Можно Сказать Вслух При Людях Поэтому Есть Вещи Которые Люди Задают Мне Один На Один Это Как Бы Со Мной Остается То Это Никуда Не Выплескивать